Вот правило номер один. Мужчина должен понять одну вещь, что деньги, заработанные женщиной, стоят дороже счастья. Она вам никогда эту крышу не забудет. Никогда. Через 50 лет совместной жизни она скажет, помнишь ты гад такой, на мои деньги крышу ремонтировал? Дорогие деньги очень. Женщина, она когда деньги зарабатывает, она испытывает жуткое унижение в сердце. Эти деньги она не может отдавать. Женщина не может деньги отдавать. Деньги имеет женскую природу. А так как деньги имеет женскую природу, мужчине легко отдавать деньги жене. Он радуется, когда женщина берет деньги. И он очень радуется, когда она покупает украшения на эти деньги. Ему нравится это. Но женщина отдать мужу деньги, чтобы он машину на них себе купил, она удавится. Поэтому и говорит соведа, что женщине не надо сильно уж париться, чтобы работать. Надо вкладывать силы в семью. Потому что женская энергия, это энергия абсолютно невосполнимая. Ни за какие деньги ее не купишь. Ну допустим, вы решили, что жена будет работать, а мы возьмем гувернантку, которая будет создавать энергию любви в квартире. Стирать, убирать, готовить. Результат какой? Если эта гувернантка действительно будет качественно все делать по-женски в доме, действительно подойдет с хорошим качеством к этой работе. Муж будет смотреть на гувернантку, а потом оставит ее в доме, выпенит жену. А если гувернантке за 80, то она уже не сможет так качественно все делать. Она будет ходить как фрекинг-бог, будет ворчать, ходить. Дома мучительницей будет, а не дома мучительницей. Если мужчина временно безработный, в чем обязанность женщины? Обеда. Скоро обед, наверное, блин, лучше не говорить сейчас. Не портить аппетит людям. В чем обязанность женщины, если мужчина временно безработный? А если вообще не работает? Если вообще не работает. Вставай, страна огромная. Вставай на смертный бой. Поймите такую вещь, что если женщина позволяет мужчине не работать, это ее проблема. А? А я понимаю, что не об этом. У вас не об этом. Я говорю сейчас женщинам. Дело в том, что мужчина, у него такая психика, так устроена психика, что он или на печке лежит, или воюет. У него два варианта. Как Илья Муромец, помните, лежал на печке полжизни, потом подняли, когда с печки белогвардейцы. Он стал Ильем Муромцевым, стал богатырем русским. Это психика мужчины так работает. Мужчина, он только в боевых действиях активен, понимаете? Он не может просто вот так каждый день. Ему нужен подвиг, понимаете? Нужен подвиг. И мужчина, он почему не работает временно? А потому что еще не родилась такая работа, которая мне бы подошла. Извините, я правильно понял. Речь идет о том, что человек потерял работу и еще не нашел другую. Бывают такие ситуации. Нормально. Ну здесь нет проблем вообще. В этих ситуациях нет проблем. Нет смысла отвечать на вопрос. Мужчина ищет работу, это его работа. Он не то, что дома за телевизором сидит, я говорю, тыщу, не волнуйся. Нет, он едет и ищет, ищет, ищет. И самое главное, что такой мужчина, он потом временно начинает где-то работать, пока ищет. Почему? Потому что деньги же нужны семье. Он все равно работает где-то, но ищет себе, которое приемлемо. Это нормально. У женщины не возникнет никакой реакции в сердце. Но если мужчина думает, что все работы, которые есть, мне предлагают, не достойно меня, и поэтому не работает, сидит, ждет достойной работы, то тогда женщина должна принимать военные действия начать. Мужчина создать военную обстановку, и тогда все будет нормально, он пойдет на работу. Военные действия не означает злоба, ненависть. Женщина должна воевать по-европейски. Не по-русски, а по-европейски. Тихонечко делать так, чтобы у Украины сменилась власть. Раз, шик, шик, и все, и власть сменилась. Кто ничего плохого не делал? А по-русски это «ааа, мы тоже сейчас вас всех». Женщина по-европейски меняет власть. Тихонечко. Что нужно сделать? Нужно все денежки свои положить на книжку. Спокойненько. И как бы сказать мужу, кушать будем на твои. А так как женщина, она без еды спокойно проживет, без проблем. Вообще, и женщина, и дети без еды спокойно проживают. Знаете об этом или нет? Не знаете? Сейчас я вам объясню. Женщине много надо кушать или нет? Нет, надо понемножку, но часто. А мужчине надо редко, но много. Понимаете? А? Ну, значит, вы болеете. А обычно мужчине вот так. Ну, сейчас я вам объясню. Вот смотрите. Женщина, она же социальное существо. У женщины коллективное сознание, у мужчины индивидуальное. Женщина взяла детей, пошла к подружке. Уж не работает, кушать нечего. Подружка говорит, давай я тебя накормлю. Там подклевала, там подклевала. Пришла домой, все нормально. А муж пойдет к другу пожрать, нет? Нет? Говорит, я не работаю, я к тебе пожрать пришел. Ты серьезно? Ну да, пожрать пришел. Классно, молодец, блин. Может, тебе работу найти лучше? А женщина пришла, говорит, я что-то детей кушать нечем кормить. Блин, беда какая-то. Ну, садись, мы тебя накормим. Нет проблем. Раз подклевала там, подклевала там. Все нормально. Пришла домой. А мужу надо жрать. И жрать нормально. В Германии это не проблема. Серьезно? Да. А как? Пособие по безработице? Пособие по безработице и продукты без паспорта. Просто пример простой. Хорошо. Вот вы хотите конкретную ситуацию, как быть при пособии. Вот он пособие получает, сидит в телевизоре, смотрит. Стал курицей, а не петухом, да? Да. Что делать? Знаете, есть две стадии заботы о мужчине. И если так происходит, вы не заботитесь ни на первой, ни на второй. Сейчас объясню. Первая стадия заботы – это служить мужу. Забыть про себя, служить мужу. Стирать ему, готовить с любовью ему. Но при этом думать о Боге. Не ждать ответа назад. Не спасибо, не до свидания, а просто служить. В это время у него появляется благодарность сердцу. А когда он начинает наглеть, а мужчина всегда наглеет, это его природа наглеть. Вот. Надо тогда перестать выполнять перед ним обязанности с сердцем. И просто это делать между делом. И не перестать ему отдавать свою любовь. Не обниматься, не целоваться. Просто подальше от него держаться. Смотрите, с одной стороны, вы вот делали все нормально, с любовью к нему относились, и он был благодарен, потом бац, и перестали это делать. И он начнет спрашивать, в чем дело, почему? Сначала, первая стадия, он будет пытаться вас угрозами заставить его любить. Надо не реагировать. Вторая стадия, он будет подкупом, подлизываться, сказать, я все понял, спасибо. Не надо реагировать. На третьей стадии он подходит и говорит, слушай, что-то мне не нравится такая жизнь. Я очень благодарен тебе за все, что ты делала для меня. А сейчас я хотел бы понять, чего ты хотела бы, чтобы у нас такие отношения, как раньше были. И надо сказать ему спокойно. Понимаешь, не потому, что мне от тебя деньги нужны, у нас есть пособия, в принципе. Просто невозможно жить с человеком, который вот так живет, как ты. Человек должен трудиться, он не должен просто протирать свою задницу. Сказать ему очень по-доброму. Понимаете, хоть какую-то работу найти, ну хоть где-то работай, иначе я не могу с тобой жить просто. И это будет честно. И он поймет это. Потому что само понимание другого человека, оно приходит через благодарность. И часто люди думают, почему я мужу тысячу раз это уже говорила, и он ничего не понимает. А потому что вы не вложили ту силу, которая рождает понимание. Понимание рождает благодарность за подвиг. Вот если вы подвиг совершили, вы в ипотеку положили денежки, вот это вот, или как в кредит, положили вот эти денежки в банк вашей любви. Его благодарность заставит его вас слушать. Потому что он хочет тех отношений, в которых вы ему служили с любовью и преданностью. И приведу еще раз пример, который уже приводил. Одна женщина мне сказала на лекции, Олег Геннадьевич, я, как вы по вашему совету, от мужа отстранилась, поехала к маме. А он мне звонит, говорит, отстранись еще на недельку, я отдыхаю без тебя. Это значит, что она ему не служила, не служила и требует понимания от него. Невозможно. Есть две стороны любви. Одна сторона — это выполнение своих обязанностей, а вторая сторона — это воспитание близкого человека. И воспитать близкого человека двумя способами можно. Первый способ — своим примером жизни, как я живу, чтобы он видел, в чем разница. И старался быть правильным сам. Это унизительно заставлять человека быть правильным. Надо дать ему возможность самому дозреть до этого. Первый способ — правильное поведение и терпение недостатков близкого человека. Второй способ — воспитание. Это когда он совсем обнаглел, ты от него отстраняешься, ждешь, когда он начнет вести себя правильно по отношению к тебе, и тогда очень мягко и по-доброму говоришь ему, каково твоё условие уже совместной жизни. Да? Это признак того, что у вас очень низкий уровень духовного развития семьи. Я уже говорил, что когда отношения в невежестве, законы заканчиваются. Там царит только беспредел. Слушайте меня, расслабьтесь. Если в вашей семье мужчина может легко и смело найти себе другую женщину, это значит, что ваши эгоизмы находятся на уровне невежества, даже не страсти. Потому что в страсти люди хоть как-то друг к другу присматриваются, прислушиваются, и у них есть какие-то правила. Когда беспредел полный в отношениях, какие бы возвышенные ни были, именно в личных отношениях ваш эгоизм находится в невежестве. Вам надо дома ставить алтарь, начинать поклонение. В вашем случае невозможно изменить ничего без повышения своего духовного уровня. Нужно повышать свой духовный уровень, и уровень мужа будет подтягиваться. Бесполезно сейчас что-либо выяснять, доказывать ему, поставить отношения на правильную ногу. Бесполезно. Это никогда не сработает. Если есть такое, что муж может в любой момент уйти, и он говорит, будешь меня трогать, я пошёл к другой. Это значит, что на уровне невежества находятся отношения. Не надо его трогать в этом случае, просто начинаем молиться Богу. Повышаем духовный уровень в квартире, в семье, в отношении. Понятна система? Вопросы ещё остались у вас после моей фразы? Остались у вас еще и не смотрели. Давайте, я жду от вас. Как только созреть и сразу говорить. Я просто смотрю, чтобы вовремя желать всем счастья начать, а то вы во время пожелания счастья захлебнётесь слюной. Я бы не хотел смертельных случаев здесь. Вот. Движемся вперёд. А у нас опять в два часа, поэтому пусть не пробуются. Да? Хорошо. То есть 12 лекций заканчиваются, потом... Час официально заканчивается. Час. То есть, а мы скольки? С десяти начали? О, у нас ещё много времени. А у нас пол первого. А, всё, всё нормально. Ну, хорошо. Значит, движемся вперёд. Насчёт обязанностей. Значит, видите, обязанностью мужа является зарабатывать на жизнь семье. Потому что деньги женщины, они имеют очень колючую и тяжёлую природу. А деньги мужчины имеют природу благодати и счастья. Когда мужчина зарабатывает в семье, то деньги становятся причиной счастья и развития в семье, потому что они бескорыстную природу имеют. Когда женщина зарабатывает, то деньги эти заработанные женщины, они становятся причиной разрухи и страданий в семье. Потому что женщина, которая зарабатывает, она все больше и больше потом будет мужчине говорить, ты зарабатываешь меньше, я так жить не могу. Это не значит, что он должен зарабатывать больше, это значит, что она должна зарабатывать меньше. Она должна начать меньше зарабатывать и больше уделять времени семье. Тогда установится баланс. Объясняю женщине, почему мужчина зарабатывает мало. Пытайтесь понять женскую природу и мужскую. Женская природа – это вдохновляющая сила. Мужская природа — это выполняющая сила. Если женщина выполняет и мужчину не вдохновляет, то сам ему выполнять самому тяжелее. Женщине тяжелее работать самой, выполнять, делать ей тяжелее, потому что она женскую природу вдохновляющую имеет. А мужчине тяжело работать, когда женщина сама работает, потому что его никто не вдохновляет. Мужчина может работать, когда есть смысл. Например, жена любит, заботится, верит. Он пашет, как и шаг, потому что знает, за что. Но когда он видит, что ей на него наплевать, то у него теряется энтузиазм. Он не хочет работать, ему нет смысла. Лучше дома сидеть. Это не значит, что женщине надо работать. Женщина работает — это отдых для нее. Она на работу ходит для того, чтобы отдохнуть от своих обязанностей. А мужчина ходит домой, чтобы отдохнуть от своих. Это создаётся гармония. Не то, что мужчина дома не должен быть, потому что он на работе, и женщина не должна работать, потому что она дома. Это неправильно так думать. Сколько женщине работать, сколько нужно для отдыха. Но настоящий труд женщины — это труд в отношениях. Это очень... это не купишь, понимаете? В нашем обществе не хватает отношений. У нас хватает работников. У нас со школы воспитывают в людях возможность быть профессионалом. Но никто не воспитывает возможность быть человеком или матерью, или женщиной. Понимаете? В древней культуре женщин учили быть женщиной прежде всего. У них была квалификация даже работать по-женски. Вот, допустим, что значит работать по-женски? Это значит в обществе уже теплоту создавать. Если женщина уже теплую атмосферу дома создала, и можно еще в обществе создать, она может начать заботиться о детях, она может заботиться о стариках, может преподавать, может организовать так, чтобы чистота была в городе. Она может нищих кормить организовать, благотворительную фирму какую-то. Она может организовать, чтобы Greenpeace, борьба со сквернением пространства и так далее. Это забота обо всем, об обществе, об атмосфере. Это женская природа, понимаете? Женщина может организовать общение, чтобы люди общались между собой. Эта деятельность в ведической культуре была бесплатная. Она была просто благотворительная. Женщина, когда позанималась своими делами, она шла в общество и там работала. И общество старалось ей помогать, спонсировали как бы эту деятельность. Понимали, что женческий труд очень нужен. Вот два примера, приведу вам два примера. Вот смотрите. Женщина бескорыстно хочет обучать детей. Один вариант учителя взять и платить ему просто пожертвования давать этому человеку. И второй вариант. Человек хочет зарплату, женщина другая хочет зарплату, и поэтому она учитель. Какую лучше женщину взять, которая с любовью обучает детей, потому что она хочет заботиться о них, у них этот мотив, или ту, которая хочет получать деньги за это. Вот кому бы вы своего ребёнка отдали на воспитание? Конечно, первой. И готовы были бы денежку ей давать за это? Даже если она вот не претендует. С удовольствием. Это ценные люди. Понимаете, такие женщины, которые хотят любовь отдавать, это большая ценность в обществе. Почему сейчас этого нет? А потому что общество не знает этой ценности женщины. Общество эксплуатирует женский труд. Потому что женщина, если энергия любви, пожалуйста, на телефоне сиди, отвечай. Улыбайся тем, кто приходит. Мы тебе сделаем рекламу на твоём теле. И так далее. Это эксплуатация. Понимаете? Но когда в обществе женщина сама начинает заботиться обо всех, это общество просто превращается в нектар. Это женская природа заботиться и нравится это делать. Есть женщины, которые, вопреки законам, просто берут, идут в бой. И начинают обо всех заботиться. Вот такой женщиной является Елена из Риги. Она у ней «Радуга-2005» проект. И она там организует лекции на благотворительных началах. Там йогу, всякие походы, поездки. И, конечно, это всё окупается, само собой. Но её идея не деньги зарабатывать на этом. Она хочет людям помогать. Некоторые женщины побеждают вот эту вот нехватку денег, там тяжело жить. Они просто по-женски начинают жить, и просто всё вокруг них расцветает. Но самое главное, что в первую очередь женщина должна сделать, она должна вдохновлять мужа. Она говорит, ты у меня на самом деле развивающаяся, прогрессирующая личность. Вот сейчас ты у меня выпиваешь и как бы чуть-чуть зарабатываешь, но это временно. Я знаю точно, что у тебя всё будет хорошо. Скоро ты начнёшь лучше зарабатывать. Когда женщина так мужу говорит, то у него это откладывается внутри, и появляется энтузиазм это делать. Но вот так говорить мужчине – это аскеза. Вдохновлять мужчину – это аскеза. Смотрите, приведу простой пример. Два варианта женщины. Вы устали, да, от меня уже? Устали. Ну что делать? Всегда усталость означает длинная лекция. Раз. Не хватает воздуха. Два. Вы открыли? Нет? Воздуха нормально? Хватает? Нет. Здесь хватает. Воздуха не хватает точно, сто процентов. Я вам точно говорю, мой хороший. Надо вентилировать помещение лучше. Сейчас откроем побольше, и сразу легче станет на лекцию. У меня просто опыт есть уже. Легче стало сидеть? Чувствуете? Пошёл кестерот в голову. Песен иногда на лекции не хватает. У других-то мужики, как лебёдушки, а у меня бедоносец. Любовь и голуби в фильме вдохновляла мужа. Пинчушку свою вдохновляла. А других мужики, как лебёдушки, у меня бедоносец. Чё, вкладываешь, то и получаешь. О, это вообще виллы совместные предприятия. Это нормально для Европы. Здесь вот эта энергия, работа голиков, она очень сильно развита. Это всё от философии зависит. Европа вообще, я сегодня медитировал на Европу, это же энергия семьи, Венеры. Здесь все люди хотят семейного счастья, хотят заботиться о детях, культуры хотят и всё прочее. Но понимаете, к чему всё идёт? Что женщина... Марс — это Германия, это означает воля, концентрация, внимание, чёткость, решимость, правильность. Это хорошо, в этом нет проблем. Это нормально. Но если говорить о Европе, Европа означает забота, любовь, теплота. Но философия неправильная. Философия какая? Нужно трудиться. Философия труда. Труда, понимаете? А это неправильная философия, потому что женская энергия... Есть труд, есть любовь. Есть мужское начало и женское. Женское начало дарит любовь, ему не надо трудиться. Это тоже труд, любовь давать. Это труд, тяжелейший труд на самом деле, женский труд. Женщина раздаёт любовь, она должна этим заниматься всю жизнь. Любви в обществе страшно не хватает. Страшная нехватка энергии любви сейчас в обществе царит. Всё коммерческим стало, всё покупается и продаётся. Но не хватает любви. Вот представьте, кто-то подойдёт к вам, скажет, попробуй я пирожок из пекла, вкусно или нет? Возьмёшь, очень вкусно. И потом на весь день настроение. Не хватает женской энергии, понимаете? Олег Иванович, а как отходиться, если мужчина начинает говорить, что ты без меня никто? Ты без меня ноль. Есть тупость мужская, есть тупость женская. Когда есть природная мужская тупость, есть природная женская тупость. Природная женская тупость – это всегда унижать мужчину. Природная мужская тупость – это считать, что женщина дура. У вас природная тупость в отношениях, и женская, и мужская. Вам надо, когда он говорит, ты без меня ноль, надо говорить, конечно, я согласен. Ну, понятно. Результат. Надо сказать, да, я согласен. Я вот дурочка такая вот. Без тебя ноль абсолютно. Результат какой? Вот скажите, вы скажете мне сейчас, Олег Иванович, вы плохой лектор. Какая реакция у меня должна быть? Правильно. Нет, правильная реакция. Надо подумать. Подумать сначала, потому что нужно основание для таких слов. И сказать, вот факт, вот вы сейчас устали на лекции, а я ничего с этим не делаю. Это значит, что я плохой лектор. Вы должны быть счастливы все три часа. И когда я такую фразу произношу, никто в зале не посчитает меня плохим лектором. Но если я буду оправдываться, все сразу начнут думать о том, что так и есть. Понимаете? Разумный человек всегда соглашается. В таких случаях, когда беспредел идет, разумный человек всегда соглашается. Потому что беспредел означает тяжелая карма. Тяжелой кармой нельзя воевать. Наполеон, когда пошел с огромной армией, хорошим вооружением и хорошим оснащением солдат, единственный вариант правильный у Кутузова было это отступать. Правильное решение. Если бы он пошел в бой, все бы было уничтожено. Он отступал, чтобы вымотать армию противника. Так и человек, когда видит беспредел в семейных отношениях, лучше отступать. и повышать уровень отношений, молитву совершать. То есть повышать уровень. Два невежества, два шарика отталкиваются, пошли вверх, расти, расти, расти. И к чему все приводит? К тому, что не плачьте. Ничего. Человек никогда не теряет в своей жизни. Никогда и ничего. Даже в 70 лет можно счастливую семью создать. Никогда ничего человек не теряет. И то, что было у вас, это означает всего лишь ваш опыт. У вас ничего не потеряно. Вы в любой момент можете вернуться к личной жизни. Начните вести себя как женщина. Меньше работы, больше женской энергии, больше любви. И у вас сразу появится возможность очень хорошо, счастливой семейной жизнью жить. А стоит ли счастье в хорошем отношении? Можно, если есть возможность такая. Иногда нет возможности. Иногда есть. Я чувствую, что надо сейчас вот эти вот просто вопросы-ответы. Потому что, ну, здесь такой формат больше подходит. Мы чуть-чуть теории, потом больше вопрос-ответ. Смело задавайте прямо с места. У мужчины есть желание трудиться ради блага семьи, но он по тем или иным причинам утерял квалификацию. Работать на низкоплачивом работе либо вообще не работали. Как бы тут вопрос заключается в том, как приобрести квалификацию? Супер, спасибо. У вас неправильное представление о том, что такое победа для мужчин. Это частое явление, поэтому я отвечу на ваши вопросы. У вас будет победа обязательно. Пытайтесь понять одну вещь, что квалификация не является главным в том, чтобы иметь хорошую работу. Это заблуждение номер один. Я когда начал читать лекции, у меня не было никакой квалификации вообще. Я просто с 12 лет начал заниматься духовной практикой. И когда мне наступило 23 года, то один человек просто увидел, как я общаюсь с ним, даю советы, говорит, пойдем, читай лекции, будешь читать лекции у нас. А мне 23 года, я молодой парень, и у меня коленки подкашивались во время первой лекции. Понимаете, не было квалификации. Я там просто что-то нес. Но так как я занимался духовной практикой, люди меня слушали. Им нравилось. Сейчас объясню вам. Это тайна, тайна, то, что я сейчас вам скажу. Вот смотрите, есть три слоя жизни. Первый слой жизни, безнадега. Приведу пример. Люди носят кирпичи в Индии, вот так на голове, и получают просто горстку риса за эту работу. Если подойти к этому человеку, сказать, ты что, зачем этим занимаешься? Иди, получи образование, нормальную работу себе найдешь. Там в Индии сейчас не так уж совсем. Развитие хорошее, можно работу найти. Он скажет, я неграмотный. Ну хорошо, иди в храм просто. В храмах люди живут безбедно. Не надо так много пахать. Он говорит, ну у меня, понимаешь, отец так работал, брат мой, вся семья так работает, я другое не могу делать. У меня вот есть понимание, как это. И он пошел, взял кирпичи на голову. Извини, мне некогда с тобой разговаривать. У меня работают. Пошел кирпичи таскать. Это безнадега, понимаете? Это когда человек вообще не понимает, что есть такое понятие, как развитие. Это невежество. Люди просто пашут, как ишаки. Понимаете? И вот таких людей сравнивают с ослами в Индии. Потому что у осла была определенная работа. Даже ребенку интересно узнать, что там за работа такая. В древней культуре электричества не было. Но люди не испытывали нехватки в воде. Ее не надо было таскать. Люди просто знали психологию. Животных, птиц, растений. Они хорошо этим пользовались. Так, например, психология осел очень упрямое животное. И он все время хочет достигнуть цели. Чтобы зарплата была нормальной и все прочее. Ему берут просто колодцу, его привязывают, чтобы он крутил как бы поршень, и вода вытекала. И ему на удочке перед ним вешают морковку. Там такая система, что когда он рывок делает, морковка приближается. Когда он останавливается, она удаляется. И он все время как бы идет и пытается поймать морковку. Когда приходит время его кормить, ему морковку отвязывают, его кормят. Или ее удочку оттягивают, он раз ее поймал. Думает, блин, повезло. Все нормально. Работает система. Добился своего. Достиг. И так он целый день, осел ходит, крутит воду, вода вылазит. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что это невежество. Но есть еще страсть. Страсть означает, что люди решают, что для того, чтобы получить хорошую работу, нужно выучиться и получить хорошую специальность. Это тоже ошибка, но уже в страсти. И люди поэтому учатся, учатся, они пытаются лучше другого узнать, все выучиться для того, чтобы получить хорошую работу. Это полное безумие. На это уходят все силы, все средства. И образование обычно такое, где, чтобы получить хорошую работу, стоит очень дорого. Понимаете, человек все деньги отдает, чтобы просто это образование получить. Я не против образования. И не против квалифицированного труда. Я вам сейчас скажу просто, что такое благость, а вы выбирайте для себя, какая у вас будет жизнь потом. Благостный человек по-другому себя ведет. Благостный человек начинает молитву, начинает духовную жизнь. Чем больше он очищает свое сознание, тем сильнее меняется его окружение. Сейчас объясню, что это значит. Как живут невежественные люди? Они одинокие волки. Как живут страстные люди? Они объединяются только по деловому. У них деловое объединение. Они объединяются в труде. Даже дружат страстные люди на работе друг с другом. Ездят отдыхать тоже со своими, с теми, кто работает. Они объединяются в труде. Благостные люди объединяются на почве веры. Когда человек в благость выходит, у него появляется своя вера. И это значит, что у него большая семья. Семья означает, что там нет понятия. Я директор завода, а ты дворник. Люди, когда благостные, встречаются на духовных программах. И дворники, и директора заводов приходят одновременно. И друг друга уважают. Если дворник больше духовно знает, чем директор завода, директор завода будет его слушать и уважать. И когда человек попадает в благостную среду и страшной, его скованность жизни заканчивается. Потому что если он там, в благостной среде, рядом со своими соратниками и с наставником, говорит, у меня нет нормальной работы, то что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Наставник подзывает другого ученика, который директор завода, говорит, вот этому человеку надо найти работу. Это мое наставление тебе. То же самое происходит с женитьбой в благостной среде. Это то, что я знаю. У меня такая среда. Допустим, девушка не замужем. Все напрягаются и думают, как ее выдать замуж. Весь коллектив. Смотрит, кто подходит ей. Там подружки, девушки все звонят. У тебя есть кто-нибудь там? У вас там есть? Раз, ей показали. Тебе нравится? Познакомим. Нет. Ну, сейчас будем искать дальше. Это благостная среда, понимаете? Все основано на любви. На заводе у вас не будут вам мужа искать. Но когда люди в религиозной, в духовной среде живут, и в хорошую среду попадают, в правильную, у них хорошая семья, правильная, тогда в этом случае человеку не надо париться о том, чтобы организовать себе семью, или организовать себе работу, это происходит само собой, в результате любви. Приведу другой пример. Как вы думаете, если у Путина, президента России, будет какой-то друг и останется без работы, долго он будет оставаться без работы или нет? Нет. Быстро ему даст возможность что-то делать, если ему хочется работать. Это его друг, понимаете? Благостная среда. Ах, не поняли вы. Видите, вы сарказмом занимались, не поняли мои мысли. Сейчас объясню по-другому. У этого друга благостная среда. Я сейчас объясню. Он просто достойный человек, и поэтому он всегда найдет работу. Сейчас объясню, смотрите. Вот как вы думаете? Вот я работаю на заводе. Что мне нужно сделать для того, чтобы я стал замечтителем начальника? Если у меня на это есть природа. Мне нужно сделать одну вещь, согласно ведам. Мне нужно просто очень уважительно относиться ко всем своим начальникам, какими недостатками они не обладали. Вот, допустим, мой начальник выпивоха. Но так как он начальник мой, я уважаю его и выполняю все его задания. Никогда его не оскорбляю, и никогда ему ни замечания по поводу его принадлежности к спирту не делаю. И он смотрит на меня, что я так себя веду, и говорит, пожалуйста, если нужен мастер там, он говорит, возьмите вот этого, поставьте, он хороший человек. Его делают мастером. Потом от ВПОХа инфаркт Микарда наступил, вот такой рубец. Тоже из фильма. Его раз поставили на эту должность. Сейчас я вам приведу один пример уникальный. Вам очень понравится. У меня был один знакомый в Москве, когда в Москве жил. Он и сейчас хочет пообщаться, но мы разъехались. Он был тогда министром, одним из министров в Министерстве России. Самое высокое положение в обществе, которое так может быть. И мы с ним говорили на разные темы, о том, что происходит там и так далее. Но интересно, мне больше всего запомнился один момент. Когда из правительства России ему позвонили, мы вдвоем сидели. Он встал, взял трубку вот так. Да, я вас слушаю. Это будет сделано. Я согласен. И когда он закончил разговор, сел, я говорю, а почему вы встали, вот так себя вели? Это же, ну как-то, ну... Он говорит, а у меня такое отношение к старшим с детства. Старший для меня это закон. То есть это свято для меня. Поэтому он министр, понимаете? Есть, конечно, разные министры. Кто-то может за взятки. Но вот это настоящий министр. У него команда была хорошая, и дело хорошее. Понимаете? Я просто вам говорю сейчас про человека. Если вы хотите быстро получить возможность, допустим, где-то работать, научитесь просто уважать старших. И всё. И вы сразу же пойдёте вверх. Это благость. Это не страсть. Уважать старших — это духовная энергия. Поэтому, если кто-то уважает Путина, и тот его приблизил к себе, это не означает, что тот там... Это признак благочестия. Попытайтесь это понять. Благочестивый человек повышает свой статус в обществе, потому что у него появляется возможность уважать старших, находиться внутри духовной среды. Есть разные способы, как это выстрелит. Но принцип такой. Благости. Человеку не надо беспокоиться о своей работе, потому что уровень его отношений и любви между людьми достаточно высокий. У него гарантированное положение в обществе. Меня мама спрашивает. Олег, а у тебя пенсия идёт? От твоей работы. Я говорю, пенсия, мама, не идёт. Она говорит, а как ты будешь жить, когда ты не сможешь читать лекции? У меня вопрос к вам. Я не смогу читать лекции, не смогу консультировать. Ну, что-то смогу делать. Кто из вас возьмёт меня к себе на работу? Поднимите руку. Пожалуйста. Я без работы не останусь. Сто процентов. Я так маме и сказал. Мам, я не останусь без работы. Понимаете, о чём я говорю или нет сейчас? Что ваша зажатость в обществе ограничена вашими духовными возможностями. Просто развивать свой духовный уровень, пласт отношений с людьми у вас будет повышаться, появятся настоящие соратники, и тогда вопросов с работой не будет никогда. Но пока работайте, где можете работать, и развивайтесь духовно со всей силы. Потому что вот этот путь в страсти, получить образование нужное, ещё не факт, что вы сможете после этого образования найти себе работу, потому что вы дальше войдёте в конкуренцию. Между вами ещё будут выбирать. А когда вы получаете себе друга, который имеет одинаковые взгляды с вами на жизнь, одинаковое понимание вещей, он сам вам поможет найти работу через своих знакомых. И по факту сейчас мы проведём статистику. Кто из вас получил очень хорошее образование и по рейтингу, по своей квалификации получил работу? Поднимите руку. Смело, не бойтесь. Смотрите, считайте. Ну, 15 человек максимум. А кто из вас получил работу через знакомых? Поднимите руку. Примерно так же. В России гораздо больше показать. Здесь просто среда более зажата в этом плане. Но всё равно, видите, одинаковый процент. Это означает, что путь-то проще. Вот представьте, учиться в Болу, какую-то специальность бивать, или просто иметь друзей. А там и выучишься на работе. Друзья помогут и выучатся тоже. Нет, в Германии как? Надо и выучиться, и друзей. Я знаю. Я знаю об этом. Но я знаю об этом. Но именно поэтому я вам и говорю о том, что есть другой путь. Он очень эффективный. И его не надо забывать. Потому что если вы выучитесь и друзей не будете иметь, вы тоже не найдёте себе работу. Это самообман. И здесь это очень хорошо. Друзья очень трудно найти в Германии. А вот смотрите. Вот они, друзья Германии. Вот вы находитесь сейчас в духовной среде, которой вы принадлежите. Я поэтому говорю, у вас есть свободное время, знакомьтесь друг с другом. Если хотите, я вам это могу организовать. Кто хочет из вас стать человеком, который будет объединять всех вокруг себя? Ну вот знакомиться. Пожалуйста. Два человека, три человека. Вот руки подняли. Значит, после лекции вот здесь встаёте и записываете у всех, кто к вам подойдёт, адреса, координаты, и организуете между собой группу в контактах. И понеслась. И помогайте друг другу во всём. В работе, в делах и во всём. У нас есть такие клубы, благость называется. Но здесь это не сработает. Это когда много людей на лекции ходит, можно в город такой клуб организовать, и они потом во всём друг другу помогают. У вас другой путь. Вам надо просто взять и объединить вокруг себя людей с помощью группы в контактах. И, допустим, объединение может называться там «Друзья доктора Тарсанова». Ну, вы же не сможете туда ездить, на машине каждый день на этом. По интернету. Хорошо, может клуб «Благость» в Германии вокруг себя всех объединить, группу в контактах. Пожалуйста, кто хочет, кто хочет, кто любит людей, просто возьмите, встаньте и сейчас запишитесь и объединитесь вместе, просто чисто в контактах. И как бы назовите это взаимопомощь тем, кто слушает лекции. Или как-то по-другому. И начинайте помогать друг другу. Если кому-то что-то надо, вот давайте сейчас уже начнем. Кто из вас безработный? Поднимите руку. Кто ищет работу? Хорошо. У вас какая специальность? Да. Ну, давайте, объясняйте, если сложно. Короче, я встану, что не видно было. Ну, давайте, говори. Ну, я поступил в институт в Латии. Ленинградский администрический университет, сейчас называется Ленинград. Так. И потом, на первом же курсе, первый же месяц учебы, я познакомился с Занем Кришны. Так. Ну, у вас специальность какая? Мы не будем сейчас вашу религиозную принадлежность. Я инженер сам по системам автоматического управления. Так. У кого есть знакомые инженеры по системам автоматического управления? Или примерно в этой области? Ну, управлять какими-то автоматическими процессами. Есть кто-то, знает или нет? У нас все сложнее, мы живем все далеко. Не важно. Вы знаете, да? У вас есть такие знакомые. Они могут, ну, можно с ними поговорить о работе? Как-то. Все, вот вам человек. У вас проблема в том, что вы не услышали меня. Я вам сказал, вот вам человек. Следующий. Да, какая работа? Я инженер информатики. Я много в школе. Хочу, это слишком много хочу. Инженер информатики нужен кому-то? Вот вам, да, нужен? Вон, смотри, руку поднимайте. Все. Туда, вперед. Дальше поехали. Следующий. Кто безработный? Какая специальность? Никакой. Созревайте. У вас какая специальность? А? Как? Он сказал, специальности никакой. Я говорю, мне надо такого человека. Вот, пожалуйста. Ему надо без специальности. Поднимите руку, да? Руку поднимите, чтобы она вас запомнила. Вот, вот, запомнила, все. Все. Вы поняли, как действует среда в благости? А я ищу сотрудника. Какого сотрудника? Что он должен делать? Социальный работник. Работа с психически больными людьми. Нужны? Кто хочет так работать? Поднимите руку. Кто? Вот, пожалуйста, вон, смотрите. Хочет социальным работникам работать. Вон, руку держите. Хочет социальный. Вы поняли или нет? Может быть и не получится у многих, но я просто вам говорю, как работает система. У вас даже не было шансов до этого. А сейчас вам уже шансы появились. Понимаете? Это потом проявится. Вы капризны или нет? Вы скажете, нет, это мне не надо. Это мне тоже не надо. Но это ваши проблемы. Если вы совсем как бы капризны, вообще никогда работать не будете. А если Бог вам что-то дал, все более-менее нормально. Идите, работайте. Нет проблем. Понимаете, о чем я говорю? Что в благости все по-другому решается. Никак. В страсти люди разрознены. В благости они хотят помочь. У них уже появляется вот эта движуха. Желание помочь друг другу. Пожалуйста, подходите к людям, которые хотят вас объединить. Записывайте свои контакты. И начинайте общение в чате. Как помочь? Я не замужем. Кто может помочь? А я хочу жену благости. Хорошо. Как будем общаться? По лекциям. Сначала будем по лекциям общаться. Пытаемся понять, мы подходим друг к другу идейно или нет. Все, вот такая идея. У нас есть фестиваль «Благость» в Анапе. Но там в основном русские, конечно, приезжают. Но на этом фестивале точно можно выйти замуж. Там приезжает 650 человек на фестиваль. Все слушают мои лекции. Там очень хорошая программа. Очень много лекций разных лекторов. Ушу, цигун, там пранаяма. Молитвы, лекции, концерты по вечерам. Насыщеннейшая программа. В мае. В мае. Уже осталось 150 мест всего. 500 человек уже записало. 15 или 16 мая где? На Черном море. Приезжайте, и вы не пожалеете. Кто из вас был на этом фестивале? Вам понравилось? Я на Черном море. А? Черное море. Анапа. Как раз само слово указывает на отдых. Потому что если слово «Анапа» прочитать наоборот, получается «Апана». «Апана» означает «вниз». Отдыхай. Это энергия, идущая вниз. Ну ладно. Я сейчас объясню, почему не летом. Потому что по двум причинам. Первая причина заключается в том, что летом цены неимоверно возрастают. В те же, тоже хорошее место, уже за другие деньги, и другая вокруг атмосфера. Летом там такое начинается. Там просто невозможно нормально, благостно отдыхать. Вот мы когда сейчас там съезжаемся весной, никого вокруг нет, тихо, спокойно, радостно. И там тоже солнечно, хорошо. Для европейцев летом в Анапу ехать жарко очень. А сейчас там, в мае, там просто супер, там хорошо, тепло, хорошо очень. Здесь не детский фестиваль сейчас проводят. Это не детский фестиваль. Во время этого фестиваля «Благость» просто идет очень высокого уровня организация отдыха детей. Специальные преподаватели, аттракционы прекращаются. И много с детьми людей приезжает. Вот сейчас уже зарегистрировано 50 человек с детьми. Эти дети все объединяются, и там тоже для них нравственные программы проводятся. У нас же фестиваль не просто «Балдеж», там идет образование нравственное. То есть там люди получают много знаний. Приезжают также духовные учителя у нас на фестиваль. Ну не все смогут попасть, ну что и могут. Хорошо, если вы больше хотите знать. У нас будет фестиваль для бизнесменов. Пока это секрет. В январе будет фестиваль для бизнесменов, для тех, кто лидер, лидеров общества. Мы делаем фестиваль такой первый раз. И этот фестиваль произойдет в новогодний отпуск. Скорее всего, где-то в южных странах. Может быть, в... Пока не буду говорить. Ну где-то там, где море и пальмы, да. И чунга-чунга, лето, круглый год. А? Вот как раз, когда отпуск идет у всех. Там с 3 января по 10, что-то такое. Ну ладно, все сели прямо. Мы хотели в Европе этот фестиваль сделать, Новый год. Но не стали. Из-за событий вот этих всех там. Потому что сейчас между Европой и Россией усложняются какие-то ситуации. Боимся сорвется. Сейчас будем желать всем счастья. У меня к вам вопрос. Вы не устаете? Все нормально? Устаете? Свежий воздух помогает. Где организаторы? Пожалуйста. Как бы я... Ну я еще поговорю с ними. Сейчас лучше достало немножко. Да, нам достаточно. У меня еще есть одна идея. Я не люблю делать переливы между лекциями, потому что настроение потом уничтожается, и потом его опять надо делать. Но есть одна идея. Она работает. Пожалуйста, кто-нибудь посредине лекции скажите мне зарядку. Слово, зарядку делаем. И мы все встанем, покрутим головой, там помахаем ручками. Легче встанет потом слушать. Хорошо? И еще под конец. Я вчера сказал, как последние лекции. С 12 до 2? До 3, да? С 11 до 2? А, то есть с 7 до 10. Один час перелив очень мало. Давайте с 12 до 3 сделаем. Нормально? Два часа между лекцией должен быть перелив как минимум два часа. Иначе мозги у вас просто на беклень вылезут. Все сели прямо. Сейчас я вам советую после лекции и после обеда обязательно погулять как минимум час. Потому что мозги должны восстанавливаться. Вы реально сейчас очень аскезу совершаете в этом слушании. Мозги должны восстановиться до следующей лекции. Пожалуйста, погуляйте, подышите воздухом. Погодите, здесь горы, природа. Здесь даже источники есть какие-то. Можно покупаться там где-то. Это курортная зона. То есть здесь можно... Да? Что с этими записками, которые вы не ответили? А вот кто-то из вас должен собрать эти записки? Или они могут остаться здесь? Здесь никто не бывает в это время. И я потом дальше буду отвечать. А вот эти вот, которые ответил, надо просто их убрать в сторону. Ну и все как-то... А если на... Можно еще маленькая... С маленькой совсем? Это уже 22-го что ли у нас? Не-не, ребята, все. Есть такая ситуация, когда хруппы, идет стирание информации. Это не то, что вы не уважаете... Молодец, молодец, супер. Можно вот так вот... Знаете, это очень важно, то, что он сказал. Когда я даю благословление, все должны застыть. Не надо хлопать. Просто застыньте и примите. Даже когда вы киваете головой, вы тоже отфинболиваете все. Просто застыньте и примите это. Я если благословляю вас на что-то, просто тихо примите. Это самый лучший ответ. Правильный. А потом, если хотите, похлопать можно похлопать в конце. После того, как благословение произошло уже. Но если люди хлопают уже в конце, это не стирание информации. Это благодарность. Это ведическая культура хлопать, когда можно хлопать. Но когда хлопают во время благословения, это неправильно. Вы же не слышите ничего в этот момент. Благословение надо учиться принимать. Люди часто не умеют отдавать и не умеют брать. Надо и то, и другое учиться делать. Это ведическая культура и любая культура. Отдавать и принимать. Сидели прямо. Учитесь сейчас отдавать и принимать. Надо вспомнить про святого человека. Святое место. Священное Писание. Святое имя Бога. Кланяться святыне. Кланяться означает мысленно вот так склоняться. И повторять. Я желаю всем счастья. Означает. Я хочу тебе служить. Я хочу тебе служить. Такое настроение. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю вам всем счастья. Любви, духовного знания. И всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам за то, что вы здесь со мной и с нами. Спасибо вам большое. Приятного вам аппетита. Всего вам доброго. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.